Вежливая медицина – основа благополучия якутян. В прошлом году глава республики посетил медицинские учреждения, пообщался с пациентами и дал личную оценку деятельности поликлиник. И по итогам контроля в августе 2016 года подписал указ о реализации во всех учреждениях программы вежливой медицины. С момента выхода документа прошло 9 месяцев. Какие изменения произошли за это время, узнала Любовь Васильева. Антон Марколя пришел в первую поликлинику столицы без родителей за справкой. И его сразу встречают специалисты, помогают советами. Сегодня уже твердо и уверенно можно сказать, что первая поликлиника после прошлогоднего посещения главы Якутии ведет прямую пациента-ориентированную работу. Меня все устраивает. Врачи сразу говорят, куда идти, что сдавать. К врачу я через интернет записываюсь, либо сюда приходим через регистратуру записываемся. Очень удобно стал. Проблема электронной записи к врачу устранена полностью. Для комфорта посетителей переоснащены регистратура, коридоры. Для кормящих мам отдельно оборудовали комнату кормления. В детской регистратуре стоят телевизоры для маленьких пациентов. Называли центр сопровождения пациентов по каждому подразделению. Функцией этих центров является оказать помощь обратившемуся пациенту в виде записи к специалистам, в виде решения каких-то возникших вопросов. Первая поликлиника по посещаемости – второе большое учреждение Якутска. В день здесь осмотр проходит 1200 человек. После реконструкции учреждение по доступности и качеству медуслуг теперь может служить хорошим примером. Несколько дней назад я посетил первую поликлинику в городе Якутске и заметил, что начиная с порога, начиная с организации приема больных, непосредственно в регистрации, потом у врачей, конечно, очень много позитивного я наблюдаю. Но с другой стороны, конечно, много надо и работать, довести до совершенства, включая электронную запись, включая обеспечение специалистами. Каждая центральная районная больница по вежливой медицине внедряет свои направления. Верхневилюйская больница по оснащенности отвечает всем современным требованиям. Палаты оборудованы кнопками вызова, и пациенты могут вызвать в любое время медперсонал. И каждая кровать у нас оборудована подачей увлажненного кислорода. Для стационара внедрена система таблет питания. Это индивидуальная система питания по желанию каждого пациента. Больным блюда доставляют прямо в палаты. А в амбулатории работу клинику упрощает автоматизированная система. Вот такие билочки выдают. Очень удобно, где что находится, в каком этаже. Не надо заблуждаться, ходить. И в самих кабинетах тоже вот. На отписи стоят, где что. И вот, когда пациент приходит, тут терминал стоит, электронная регистратора. Для исполнения указа главы при Минздраве Республики создан департамент контроля качества. Идет диалог с каждой центральной районной больницей, с каждым главным врачом. Я говорю, что там направлений очень много, индикаторов очень много. И поэтому по каждому идет жесткий мониторинг. Якутия стала первым и остается единственным регионом страны, в котором приняли такой указ. Вежливая медицина в первую очередь заботится о благополучии населения. Остается надеяться, что опыт Якутии послужит хорошим примером для других субъектов. Любовь Васильева, Андрей Асикритов, Владимир Таюрский, Алексей Старостин, Анна Касаха, Якутск, Верхневелюск.